Доброе утро! Во-первых, что нужно сделать для того, чтобы подготовить себя, а главное автомобиль, к экстремальному вождению зимой? Ведь зимой, мне кажется, всякое вождение, оно такое близкое к экстремальному. Да, зачастую, как сегодня утром, пока снег еще не растаял. Самое главное подготовить, начать с автомобиля, поставить на него шины по сезону. Я сегодня даже в студию принес образец, зимняя шипованная шина. А уже пора? Вообще пора, конечно, снег на дорогах лежит. Ну а вдруг растает, вдруг шипы портить, не знаю, покрытие портить? Нет, на самом деле не опасно летом по сухому асфальту ездить на шипованных колесах. Они для этого предназначены в том числе. А наоборот, опасно по заморозкам ездить на летней резине, потому что она при похолодании стекленеет. Есть даже термин такой, остекление резины. И при температуре от нуля до плюс пяти уже зимняя резина по своим характеристикам лучше, чем летняя, даже на сухом асфальте. Ничего себе. Даша, ну ты как человек, который профессионально разбирается в выборе шин, можешь сейчас поговорить с нашим гостем как раз на эту тему. Отлично. Я, конечно, в этом ничего не понимаю. Единственное, я понимаю разницу чисто визуально, вот как девочка, потому что машины у меня нет, я не водитель. Но все-таки расскажите, как правильно выбирать шины, на что обращать внимание? Важно, чтобы шина была свежая и в хорошем состоянии, чтобы все шипы были на месте. И если вы вот так вот рукой его не можете раскачать, если он не двигается в ней, значит он стоит крепко и нормально выгрызается в лед. А то есть все шипы вот прям по... Не, ну парочку попробовать. Если он болтается, то значит под нагрузкой он уже ложится и не работает. Важно, чтобы покрышка подходила по размеру, важно, чтобы она была приличного производителя. Не стоит покупать самые дешевые колеса, лишь бы вот были, потому что толку от них немного. Это, ну, самая важная деталь автомобиля. Мы всегда всех учим, что пятно контакта зависит почти на 100% от характеристики шины. Это и тормозной путь, и возможность что-то там обрулить, объехать, внезапно ускориться. То есть самая важная часть машины. А те, которые на балконе лежат, каким образом их можно протестировать? Посмотреть сбоку, у них есть маркировка года выпуска. Четыре цифры, неделя и год. Последняя цифра там может быть 0,8, 11, соответственно, 2008 и 2011 год выпуска. Вот покрышка не должна быть старше 7 лет. Если она старше 7 лет, ее пора уже на клумбу или дрифтерам подарить, потому что она высыхает, дубеет, трескается. То есть если вашей покрышке больше 7 лет, ее нужно жать? Да, пора от нее избавляться, и надо купить свеженький комплект. А если помладше, вот кроме того, что пошевелить шипы, есть еще какие-то лайфхаки, как проверить в надлежащем ли состоянии шина? Да нет, если она выглядит хорошо, скорее всего, она тоже будет работать хорошо. Важно и перед тем, как складываете на зиму хранить, подписать, какое на каком колесе стояло. Они разные? А да, они прикатываются, и шип набивает себе гнездо, уплотняется, в определенном направлении нагрузку он привыкает держать. Если в другом направлении вы нагрузку даете, он быстрее разбалтывается, понимаете? Слушайте, как интересно, вот, например, на роликовых коньках, наоборот, там нужно все время менять колеса для того, чтобы менялся наклон. Менять перед, зад можно, право, лево нельзя, чтобы направление движения всегда было одно и то же. Для тех, кто привык менять право, слева, знайте, что вот только перед, зад, вот только таким образом. Слушайте, а я, честно говоря, не знаю, колеса с рук берут? Берут, конечно. То есть... В этом смысле... Это вообще огромное... В этом смысле. В этом смысле. Взять колеса с рук. Я в этом ничего страшного не вижу, потому что люди машины продают, покупают, кому-то нравятся большие колеса, кому-то маленькие. Ну, рекомендуют, естественно, те, которые предписаны заводом, производителем. Поэтому можно покупать с рук. Главное проверить, чтобы у них не было боковых повреждений, потому что вы наденете на диск, накачаете, у нее грыжа вылезет. Поэтому надо это все проверить предварительно. Ну, и, само собой, год выпуска. Хорошо. Что-то все про колеса, про колеса, про колеса, про колеса, про колеса. Давай поговорим про что-нибудь другое. Не одними колесами подготовка к зиме. Подожди, нет, я хочу все-таки спросить. Колесо, например, хорошо, купили, там, два года оно уже откатало. Как сделать так, чтобы оно сохранилось как можно дольше? Не ездить на нем. Прекрасный совет. Итак, переходим чуть повыше. Я вижу, у нас лежит штука, которую в простонародье называют дворник или стеклоочиститель. Да, такой. Чем есть какое-то отличие зимних и летних? Есть у зимних, либо вообще нет каркаса, это вот универсальная круглогодичная модель, либо каркас спрятан в чехольчик, он такой как. А зачем? С чем это связано? Это для того, чтобы каркас не промерзал и дворник сохранял гибкость, чтобы на нем не образовывался лед и прочее, что мешает его подвижности. Но сейчас, когда есть пластиковые, можно не менять их каждый сезон. Один раз поставил, и пока он не начнет плохо чистить, можно их не менять. Я их по 150 рублей покупаю в магазине, сейчас очень доступно. Так, то есть все-таки нужно, во-первых, к зиме обязательно изменить дворник, я правильно понимаю? Сменить дворник. Ну, либо круглогодичный, либо сменить. И пораньше налить жидкость, которая не замерзает в бачок омывателя. Потому что многие жадность подводят, воду до последнего льют, она промерзает потом. Жидкость не так дорого стоит, ее как бы надо было уже до сегодняшнего дня. И еще вчера. А как, недельку назад, можно ли ее чем-то заменить, если вдруг не успел купить? Или каким образом ее выбирать? Как советы бывалого экстремальщика? Конечно, чтобы она не сильно пахла, не содержала ядовитых веществ, поэтому желательно в проверенных магазинах покупать. И перед покупкой просто понюхать, если у вас у нее голова не болит, можно лить. Мне кажется, любая не замерзает, как пахнет. Кажется, да. Да, пару минут после того, как побрызгали, так поедете, и не будет пахнуть. Все понятно. У нас еще есть, насколько я понимаю, определенное количество советов от специалистов. Я думаю, прямо сейчас мы и займемся ими. Вот он, совет. Не знаю, как его, как можно это прокомментировать? Ну, желательно с утра убирать лед скребком. Если у вас нет скребка, на крайний случай можно использовать ненужную кредитку. Циклоочистители от льда портятся. Да? Изнашиваются. Ненужную кредитку. Ненужную кредитку мне тоже очень понравилось. На которую уже нет денег. Наоборот, на которую взял, чтобы не пользоваться ею, чтобы не влезать в долги. Вот, ей пользоваться, это хорошо. Следующий совет. Да, старайтесь тщать от снега автомобиль полностью. Когда он нагреется, водичка ручьями куда-нибудь забежит. У меня, например, на одной из машин она в петли дверей забегала постоянно, они хуже начинали работать. Поэтому лучше убирать снег полностью. Тем более, чтобы они не летели снежные хлопья с вашей крыши на сзади идущие автомобили, не мешали их обзору. Еще один ледово-снежный совет. Да, если достаточно времени, то лучше подождать, когда машина прогреется. Если нет, работать руками интенсивнее. Вот, а сейчас для тех, кто неоднократно попадал в ситуации, когда замок замерзает. Нерзает. Да. Есть жидкость специальная, чтобы размораживать замки, продается, стоит недорого. Ее нужно хранить в сумке или в верхней одежде, не в машине. Если замки замерзли, она не поможет. А почему нельзя горячей водой, как это часто делают? Я вот вживую не видел, в интернете видел картинки с лопнувшими зимой стеклами, когда человек пытался их крючкой кипятка отогреть. Но мне кажется, да, ну в крайнем случае холодной водой надо такой, ну чуть тепленькой поливать, а никак не кипятком. Наверное. Лучше очищать механически. Лучше очищать механически. Для тех, не для тех, а для всех жителей крупных городов, которых вот эта каша снеговая потом налипает на автомобиль, как нужно мыть его? Мыть нужно почаще, чтобы машина имела прятный вид. Вымывать из арок обязательно, либо отбивать из арок. Особенно перед тем, как в подземный теплый гараж ставите смесь снега с реагентами. Кстати, зимние шины перед тем, как убрать на хранение, у меня, вот видите, чистую принес. Тоже надо мыть, чтобы на шипах не началась коррозия. Они имеют алюминиевый корпус, он коррозии подвержен. Ага. У нас уже там промеркнул один совет, который вообще, вот это точно лайфхак. Загрузка автомобиля, такой момент, там есть вот... Сейчас мы все можем прочитать, что это такое? Прокомментируйте, пожалуйста. Опытные водители советуют, когда сильный мороз, сначала погреть аккумулятор кратковременным включением дальнего света. Я честно скажу, экспериментов никогда не ставил. Не знаю, насколько это эффективно, но многие советуют. Иногда бывает, что то, что многие советуют, полезно. Не добьет это аккумулятор, который подзамерз? Если он уже на последнем издыхании, вы все равно не заведетесь. Понятно. И вот, опять же, аккумуляторная история. Что там с выжатым сцеплением? Чтобы отключить коробку от двигателя, чтобы не прокручивать ее шестерни с холодным маслом, это немножко процентов на 5-10 снизит нагрузку. Но самое главное, готовить нужно себя. Выехать на площадку, где-то попробовать, как тормозит ваш автомобиль, как он во время резких маневров себя ведет. Потому что на дорогах эти знания получить невозможно. Ты слышишь, у меня звонит будильник. У меня звонит будильник. Пора вставать. Да, 8 часов. Да тут дело не в этом. Самое время переходить нам на события. И прежде чем мы это сделаем, говорим большое спасибо Сергею Жаркову, инструктору по экстремальному вождению, за то, что дал нам несколько сегодня советов для всех, кто пользуется автомобилем. И не только для тех, кто находится рядом с теми, кто пользуется автомобилем, как холодной зимой избежать разнообразных неприятностей на дороге. Итак, события.